Здравствуйте! Меня зовут Валентина Владимировна. Рад вас приветствовать сегодня. Здесь первый год проекта, который называется «Школа независимости» и состоит из ряда программ. Стационарный, амбулаторный, стационарный пока на базе городской наркологической больницы. Пока, как выясняется, как сегодня выяснилось. Ну, значит, и семейной программы. Потому что сегодня я получила еще одно подтверждение, что городу мы не нужны. Какая-то странная, парадоксальная ситуация. Восемь лет мы находимся в таком состоянии. И подтверждения такие идут о том, что нас хотят закрыть. И так и непонятно, никому непонятно, почему, чем мы провинились, нас признают лучшими. Но тем не менее, по нынешнему, руководство спит и видит вещи, поводы. Поводы, только человек хороший, повод всегда найдется. И как бы я по этому своему впечатлению встречи с руководством. Я в шоке, потому что мне не хочется, до сих пор мне не хочется видеть эту реальность. И признавать ее, все равно хочется сопротивляться. Удивительный феномен, мое открытие за 8 лет, оно базируется на конкретных наблюдениях и общениях с властимущими и решающими. Что создается такое стойкое впечатление, что действительно все хотят, чтобы нас стало меньше всех. Причем, что в Аймати как-то не хотелось это верить. Хотелось именно надеяться и уповать на какие-то силы, которые все-таки есть. Но не наши больные дети, не больные люди, не старые, слабые, больные идеи в трудностях. Это как бы совершенно невозможно в нашем государстве. Ты будешь погибать и в одиночестве, и без помощи, и всячески. И как-то тенденция развивать то, что не работает, но под что нужно получать громадные деньги и делить их. В общем-то, ну плевать, работает оно или не работает. Но то, что работает, почему-то хотят закрывать. Поэтому к нам подбираются, подбираются. Но как бы все время хочется верить, что это не случится. Но когда вот уже так в лоб говорят, то это как бы убивает из колеи, и логики никакой нет, и найти ее трудно. Но бок с ним. Бок с ним. Пока мы есть, и пока мы работаем, будем работать, что называется. Мы здесь с вами не сейчас, мы собрались здесь с вами для того, чтобы понять какие-то такие вещи. Они простые и сложные одновременно. Мы должны с вами понять, что спасение утопающих, делаю представителей утопающих. Мы должны с вами понять, что какие бы ни были великими специалисты, виртуозными специалистами, Но если в нашу семью пришла беда, мы должны научиться с вами. Никто за нас с вами решать эту проблему не будет. И не должен, по большому счету. Потому что смысл наших встреч здесь понять, что есть задачи, которые могут решать специалисты. Но есть задачи, которые должны решать члены семьи. И никто за них это решать не будет. И какие бы ни были специалисты, все равно и у мамы, и у папы, и у жены есть, что называется, свой крест и свои потенциалы. Наша задача – это освободиться от ненужного, от ложного, от стратегии поведения, которые провальные, абсолютные, От ложных впечатлений, от ложных верований, и научиться, и обрести силу, которая внутри каждого из нас есть. Только бывает, что мы неграмотные. Не знаем, как эту силу прикладывать. Что есть по-настоящему добро, что есть по-настоящему зло. По крайней мере, по отношению к человеку, если он находится рядом с нами, который является химическим зависимым. Каковы мотивы нашего поведения, почему из нездорового мотива никогда не получается здорового результата. Вот это все темы, которые мы с вами разбираем здесь, рассматриваем, и пытаемся научиться чему-то тому, чему научились те, кого можно сегодня в день назвать победителями. Потому что, если бы я 8 лет не встречалась с людьми, которые начинали свою дорогу совершенно... Вот у меня есть стул в кабинете, на который уж 3000 человек садились на этот стул с потухшими глазами, в растерянности, не верящие в то, что это возможно, не знающие, с какой стороны приступать к этой проблеме, и как к ней поступаться, поступаться. И столько примеров среди этих тысяч человек, людей, которые обрели силу, обрели надежду, обрели веру, обрели способы и методы, как помочь себе в этой страшной ситуации. Потому что никому не выгодно, чтобы умирало два человека, там, зависимый человек и находящийся рядом с ним. Зависимому человеку нужен хоть один трезвый человек, трезвый в плане ясного понимания проблемы. Что такое зависимость? Как она проявляется? Способности отделить своего ребенка от болезней. Это две разные инстанции. Вот моя болезнь, вот его болезнь, а вот это он. Способности взаимодействовать с человеком, способности показывать фигу его болезней. Не потакать его болезней. К сожалению, наши ложные представления, они часто помогают наркоману и алкоголику употреблять. Как это ни парадоксально звучит, мы все любим своих близких, но часто своими действиями мы помогаем им употреблять. Мы соглашаемся молчаливо с их употреблением. Поэтому некоторые вещи трудно будет делать. Но самое главное понять, что надо делать и как правильно себя вести. Поэтому мы уважаем ваш потенциал, уважаем ваши возможности. Мы не можем давать вам один совет, делай так или не делай так. Потому что каждая семья имеет свои нюансы, количество членов семьи. Каждый имеет свою силу, но это сила разная. Одного больше, другого меньше. Поэтому нет рецепта для одного человека. Поэтому мы решили рассказывать вам о болезни. Что это за болезни? Поскольку мы здесь все взрослые люди, имеем жизненный опыт. И неправда было бы сказать, что здесь собрались те, кто ничего вообще не соображает в жизни. Это неправда, это не так. Просто эта область химических зависимостей и созависимости, она мало кому ведома. И это естественно. Потому что каждый первый, кто приходил на прием, всегда говорил, я никогда не думал, что это будет в моей семье. Понимаете? Никогда не думал, мой ребенок был и добрый, и такой, ну или был замкнутый, но он рассказывал и так далее. Я знала, что Петя и Вася, там соседние парадные, но мой ребенок, он всегда говорил, мама или папа, ну что я, дурак что ли, принимать наркотики и так далее. Это говорит практически каждый, ну не первый, но второй, кто приходит первый раз на консультацию и так далее. Нам всем казалось, что это не к нам, и к нам это не имеет отношения. Вот оно случилось. Поэтому я предлагаю вам откинуть что-то ложное, попытаться открыть свои уши, свою душу и убедиться в том, что то, что нам кажется правдой или добром, на самом деле не добро и не любовь, а потокание химически зависимому, то есть способствует тому, чтобы он погибал. Так давайте с вами получим эти знания. Это очень короткий цикл, он состоит из 8-9 лекций, он постоянно повторяется, уже много лет я читаю эти лекции, чтобы поделиться с вами знаниями. Мы верим, что исходя из этих знаний о зависимости и созависимости, вы сами найдете некие алгоритмы, как вам правильно вести себя собственным ребенком или мужем и так далее. Мы верим в то, что это возможно. Очень трудно всегда выбирать лекции, и все время хочется что-то добавить или что-то убрать, но мы придерживаемся таких, скажем, общеевропейских стандартов, мы не можем не давать вам информацию, которая считается необходимой во всех центрах мира. Поэтому, конечно, нам есть что вам рассказать, мы могли бы тут сутками с вами общаться, и всего бы этого было мало, и поэтому это только верхушка. Мы с вами касаемся только верхушки этого громадного айсберга, который называется «воздоровление от зависимости» и «воздоровление от созависимости». Я знаю, что когда я читаю лекцию, меня слушают все, но слышат меня не все, и это тоже нормально, потому что мы с вами уже имеем представление, что созависимость – это самое тяжелое заболевание. И, как правило, здесь собираются созависимые люди, то есть люди, которые находились в каких-то взаимоотношениях более чем полгода рядом с зависимым. Эти люди нуждаются всегда в специальной терапии созависимости, то есть в специальном лечении, и эта болезнь считается самой тяжелой для лечения. Второе место занимает алкоголизм, и третье место по степени тяжести – наркомания. Поэтому я знаю, что вы меня слышите, но кто-то меня не слышит еще, но я все равно читаю для тех, кто может быть готов к каким-либо действиям. Потому что если вы привели своего ребенка на лечение, это здорово и хорошо, но вы должны понимать, что ничего не закончилось, все только начинается. Потому что лечение – это только начало процесса перерождения человека, случится, не случится, получится, не получится. Может, он еще будет срываться, может быть, неоднократно. Это долгая дорога, на которую нужно терпение, истинную любовь, веру свою растить. Потому что мы с вами знаем, что мысли тоже материальны. И те мысли, которые генерируют родственники, они важны. И если мы находимся в Чернухе, в неверии собственных близких, в отчаянии и так далее, то это не способствует выздоровлению. И мне больше нравятся мамы, которые ходили и ходят к анонимным наркоманам на открытые собрания, еще не зная, где их ребенок и живет в эту минуту. Они ходят для того, чтобы веру свою растить. Потому что они слышат там и видят ребят, которые тоже проходили огни, воды и медные трубы, и смогли остаться, в конце концов, трезвыми. Веру тоже надо растить. И на чем-то надо строить. У нас есть и такие места, открытые группы, где собираются выздоравливающие ребята. И многие из этих мам уж победители давно. Я надеюсь, что здесь сидят люди, которые готовы к действиям. К действиям, которые не всегда будут вам приятны, но, тем не менее, они помогают. Хорошо. Сегодня наша задача такая. Поговорить немножко о созависимости и сделать некий такой сравнительный анализ. Чем созависимость отличается от зависимости? Отличается ли чем-то? И почему мы говорим, что от осины не родятся апельсины? И это всегда очень неприятно слушать созависимым. Я знаю, я могу понять, как эти чувства негодовали, если вдруг они сейчас рождаются в вашей душе. Но, тем не менее, это так. Мы с вами знаем, что зависимость, во-первых, может быть генетически обусловлена, что большинство из зависимых людей, это не те люди, которые сознательно выбрали мучения, по которым они идут и живут, поскольку период розового употребления очень короткий. Потом идет плата, жесткая плата, очень болезненная плата. Ну вот, большинство из этих ребят, я говорю уже, родились генетически предрасположенные. Они платят за своих дедов, может быть, родителей и так далее. Это болезнь. Тем она и отличается просто от употребления алкоголя и наркотиков. Болезнь смертельная, прогрессирующая, неизлечимая, характеризующаяся зависимостью от всех видов препаратов, изменяющих сознание. Такова формулировка этого заболевания во всемирной организации здравоохранения. Самая действенная на сегодняшний момент программа, которая являет просто массовой победой миру этому, это «12 шагов». Программа, которую написали сами больные, зависимые от препаратов, изменяющих сознание, еще в 1935 году. И как бы ни крутили, и какие бы методы ни изобретали, ничто так не работает, как «12 шаговая» программа и модели, которые получили название «Миннесотские». То есть модель лечебная, которая философия вопроса согласна с анонимными алкоголиками, анонимными наркоманами, с программой «12 шагов». Что, собственно, и происходит на 10-м отделении городской наркологической больницы. Нам надо с вами понять сегодня, что же такое созависимость. Еще раз поговорим об этом, а потом начертим таблицу и по симптоматике пройдемся и посмотрим параллелизм между зависимостью и созависимостью. Хорошо. Я всегда прошу, чтобы вы записывали что-то, потому что у вас эмоции, у вас ассоциации и так далее, и половину пролетают. Однажды, давно-давно у нас был случай, я попросила своих сотрудников информационного кабинета спросить у выходящих из аудитории, какое название лекции было. И когда несколько человек сказали, «Ой, не знаю, какое название, но так интересно!» Вот тут я испугалась, думаю, «Интересное кино!» Я за полтора часа выпрыгиваю из галош, а человек и название лекции и не помнит. Ну, хорошо бы, чтобы еще хоть немножко о чем это было. Поэтому у меня убедительная просьба записывать, чтобы вы не только визуально, так сказать, участвовали, но записывали, и потом смогли бы к этому вернуться и спокойно перечитать, уже не разглядывая меня, скажем так. Итак, наша лекция сегодня называется «Зависимость и созависимость как болезни». «Зависимость и созависимость как болезни». «Нужно на чем писать? Попросов ли сточек?» «Есть у меня чего-то чисто нет?» «А, я бы не верю, мне нельзя. Паша, будешь за руку?» «Да, я не знаю, что я здесь». «Зависимость и созависимость как болезни». «Зависимость как болезни». «Зависимость как болезни». «Зависимость как болезни». «Зависимость и созависимость как болезни». Итак, я напоминаю вам, что зависимость – это болезнь. Повторяю, формулировка такая первичная, прогрессирующая, неизлечимое заболевание. Первичное, прогрессирующее, неизлечимое заболевание, характеризующееся зависимостью от всех видов препаратов, изменяющих сознание. То есть мы с вами должны отдавать себе отчет, что те, кто справится с наркотиками, их будет поджигать следующий враг – алкоголь. К сожалению, это правда. И в достаточно большом проценте. То есть мы говорим о химической зависимости, от склонности человека зависеть от психоактивных веществ. Это дело времени, моды, поколения и возможностей. Если бы сейчас не было наркотиков, вдруг наше государство резко захотело бы. А если бы оно на самом деле захотело бы, то тогда бы, конечно, была другая ситуация. Сейчас она еще более пугающая. Я редко смотрю телевизор, но здесь мне позвонили и рассказали о том, что открыли границы с Киргизией. Я на всех поздравляю. Это мало того, что просто не обменит слов, потому что там границы с Афганистаном. Угадайте с трех раз. Мы уже из-за того, что Америка бомбила Афганистан, пострадали, поимели пандемию. Кладбище увеличилось в два раза за эти последние шесть лет, потому что у нас гора героина вырвалась на Россию. Но теперь еще нам не хватало только открыть границы, чтобы все было хорошо поставлено на поток. То есть я просто в шоке, честно говоря. Я вообще... Ну вот, так сказать, факты, которые укладываются в схему непонимания. То есть государство, родина, мать или... Господи, или мачеха. Вот. Как она относится к своим детям. И когда у нас поколение спивается и старчивается, нам еще не хватало открыть именно с ними границы для того, чтобы им очень удобно было бы сюда привозить наркотики. Это действительно ужас, и никакие рамки не укладываются, конечно. Так вот, наших детей, которые с таким трудом, с героическим трудом смогут расстаться с наркотиками, будут поджидать следующий враг, потому что это тоже химический препарат. Другой вопрос, что они не будут жить так долго, как жили их отцы, если отцы были алкоголики. Ну, потому что другое поколение, другой алкоголь, другое даже пиво, никакой Солодов ни за что не отвечает. Вы понимаете, это реклама. На самом деле это химикалии, которые собраны и подобраны таким образом, чтобы ударить по башке человеку раз, и чтобы он купил хотя бы вторую банку. Это бизнес, на самом деле. Здоровье нации пока никого не волнует. Но мы с вами должны четко понимать, что происходит. Так вот, мы говорим неизлечимое, но я повторяю еще и еще раз, что исцеление возможно, как восстановление целостности личности. Оно возможно. И миру явлено тысячи на сегодняшний день, сотни тысяч химически зависимых людей, которые выздоравливают в программе «12 шагов». Это целое государство во всех странах мира, даже где-то там под пальмами, чуть ли не на бедных повязках, и увидели люди анонимных алкоголиков, то есть людей, которые выздоравливают в «12 шаговой программе». Независимо от строения, от чего эта программа будет развиваться, слава богу, она практически не нуждается в помощи государства. И я уверена, что, так сказать, на нее мало повлияет там негативное, как всегда, отношение властей. Вот. И эта болезнь, и есть вход в эту болезнь, и есть выход из этой болезни. То же самое можно сказать о созависимости. В 1987 году конвенцией была признана созависимость заболеванием. И причем у них одинаковая схема. Есть вход в заболевание, есть дно, на котором человек может быть физически уничтожен своей болезнью, и есть, слава богу, выход из этого заболевания благодаря программе «12 шагов». То есть носитель созависимости не будет ни психически, ни эмоционально, ни физически здоровым, если он не получит специализированного лечения, не медикаментозного, как вы понимаете, и он может погибнуть от созависимости, не употребляя никаких психоактивных веществ. Поэтому мы с вами напишем созависимость. Первое. Представляет собой первичное заболевание, а не симптом другого заболевания. Представляет собой первичное заболевание, а не симптом другого заболевания. То есть если вы попадаете с неврозом к психиатру, он будет выписывать вам лекарства, если он не сможет отличить причины вашего невроза от созависимости. И это то же самое, что выписывать таблетки алкоголику и наркоману, это также поможет ему выздоравливать. Также и созависимость таблетки, транквилизаторы, снотворные не помогут. Это не является решением проблемы, это загоняет проблему внутрь. Хорошо. Второе. Развитие заболеваний, имеется в виду созависимость, приводит к постепенной физической, психической, эмоциональной и духовной деградации. Физической, психической, эмоциональной и духовной деградации. Третий важный пункт. При невмешательстве может привести к преждевременной смерти. При невмешательстве может привести к преждевременной смерти. И четвертый момент. При выздоровлении требуют системного сдвига как в физическом, так и в психологическом плане. При выздоровлении требуют системного сдвига как в физическом, так и в психологическом плане. То есть, на простом примере, пока что у вас рука устала, я проиллюстрирую вам, в общем, понятную для вас, не успеваете, да? Как в психическом, так и в психологическом плане. Имеется в виду, что если человек хочет получать помощь, то он должен очень серьезно этим заняться. Обратиться к профессионалам, попасть на группу, и это должно быть системным. У него должен быть свой распорядок дня, он должен продумать группу поддержки, он должен со всех сторон подойти к своему лечению, как с физической стороны, так и психологической, и так далее, и так далее. Так же, абсолютно, какие требования рекомендуется химически зависимым людям. Наши выпускники составляют план трезвости на три месяца первых. У них есть полотенце, так называемое, где они галочками и точечками по схеме био-психо-социо-духовной своей болезни должны отмечать, что они делают, чего они не делают. Потому что они знают, что цена трезвости – вечная бдительность. Они знают, что их заболевание неизлечимо. Оно стоит через запятую после онкологии по степени тяжести, протекания и смертности. Поэтому тут можно быть алкоголиком и наркоманом, и они будут алкоголиками и наркоманами до конца своих дней. Это неприятно, но вы должны об этом знать. Такая болезнь. Так же, как мы можем быть туберкулезниками, так же, как мы можем быть диабетиками, кем угодно. Это в череде этих заболеваний стоит химическая зависимость. Но есть рецепт, при соблюдении которого ты можешь быть носителем своего диагноза, но ты можешь быть вполне компенсированным, счастливым, восстановленным, повторяя, восстановившим свою целостность. И вполне счастливым. Потому что несчастливым алкоголик и наркоман просто быть не могут. Поэтому вариант один – быть счастливым. Хорошо. И так же самая созависимость требует. Потому что мы сейчас будем с вами рассматривать симптоматику, и мы с вами дойдем до того момента. Человек, который является носителем созависимости, он нездоров физически, то есть соматически. У него есть определенный набор заболеваний, как правило, для всех одинаковых. Это и убивает. Сейчас я попрошу вас начертить некую таблицу из трех колонок. Одна будет поуже, а две будут по шире. И мы с вами… Это большая достаточно таблица, но я постараюсь выбирать самое важное, помогающее пониманию. Здесь мы напишем признак. Далее мы напишем зависимость. Третья колонка – со-зависимость. И пройдемся по симптомам, чтобы нам с вами было понятно. Итак, первый и самый главный симптом называется так. Охваченность сознания предметом пристрастия. Напишем, охваченность сознания, я буду сокращать, чтобы не поместиться, предметом пристрастия. Вот такой болезненный симптом. Охваченность сознания предметом пристрастия. То есть некая компульсивность в поведении. Может быть, это сложно сейчас для понимания, но это и есть основная составляющая заболевания. Поэтому психиатры всего мира убеждены. Ну, то есть какая-то часть психиатров, потому что цивилизованный мир уж полностью такой химической зависимости. Но в России пока еще бьются за то, что наркоман и алкоголик – это психиатрический пациент. Он должен лежать в психиатрической больнице. И его надо держать на определенных медикаментах, манипулируя его сознанием медикаментозно. Ни в одном другом случае он не способен быть трезвым и адекватным, компенсированным в обществе. Да. Почему? Потому что разговор идет о конкурсивности. А компульсивный – это есть некая такая, одна из формулировок. То есть это человек, движимый, неосознанной внутренней силой. То есть на самом деле человек, который не в ладу со своим сознанием. Он знает, что этого делать не надо. Но некая внутренняя сила, она сильнее его. И он, поскольку не может договориться со своим разумом, он неуправляемый становится. И это считается, в общем, где-то близким к психиатрии. Человек не управляет сам собой. Я говорю одной из мамок. Закрой этот кошелек. Каждый раз, когда ты даешь своему ребенку деньги сейчас, не сметая даже лапшу за своих ушей, которая уже 25 тонн, ты каждый раз роешь ему могилу. Понимаешь ли ты это? Я понимаю это, говорит она. И 100 тысяч первый раз она опять открывает этот кошелек и дает ему на дозу. Хотя он миллион раз сказал, дай им мазаться. В понедельник, когда на твою проклятую десятку. Но он говорил это 500 тысяч раз. И что такое безумие, говорят выздоравливающие алкоголики и наркоманы? Это повторение одного и того же действия с ожиданием разного результата. Если ты делаешь, что ты делаешь всегда, ты будешь получать то, что ты получал всегда. Для того, чтобы получить новый результат, попробуй поступить по-другому. Это же так просто. Но как это трудно. Или я иду по второй линии, выхожу с работы. И идет бодрым шагом одна из мам. И у нее в кошелке сосиски, хлеб, кефирчик. И тут я подбираю скалану. Я говорю, ку-ку. У меня чуть кома не случилась. Я говорю, и куда мы идем? Я знаю, куда она идет. У сына квартира здесь. И все уже, все стратегии выставлены. Сторожа договорен. Она уже сама все понимает. Но она не может. Ее ноги несут хоть сосисочек отнести. А там мега важно было оставить его наедине с его проблемами. Он не на улице, у нее трехкомнатная квартира здесь. И он прекрасно устраивает свою жизнь без своей мамы. Прекрасно находит на то, на все, на что ему надо, на все находит. И вот она целый день сидела. Я говорю, почему ты просидела сегодня в городе целый день, не поехала на дачу? Не могу. У телефона. А вдруг он позвонит? Да он по 25 дней забывает звонить. Вот знаете, вот так. И я помню, это был ключевой момент движения. Я говорю, развернула левое плечо вперед. Ну, она просто как бы доверяла мне. И она, ненависть в ее глазах трудно передать. Но она подчинилась тогда. И сделала это. Левое плечо вперед. Я говорю, шагом марш. Я буду здесь стоять и все тебе ходы перекрою. И она с этими сосисками поврела домой. Вот с этого момента началось поздоровление ее сына. Вот именно с этого. Наконец он поверил, что она на самом деле сказала ему, извини. Тогда попробуй сам играть эту игру. Но, пожалуйста, не обращайся. Потому что она сто раз это говорила. Он уже давно-давно этому не верит. Потому что она сама в это не верит. И он в это не верит. И прекрасно они знают, что подушка под задницей лежит. Пока подушка под задницей лежит, никто не пойдет лечиться. Ни при каких условиях. Слишком сильная зависимость, чтобы просто так захотеть. Никто не хочет бросать наркотик и алкоголь. Никогда. Просто говорят об этом. А чтобы захотеть по-настоящему, надо, чтобы стало больно. По-другому не бывает. Сладкое лекарство не работает. Хотелось бы послаще и попроще. Но не срабатывает. Горькое период помогает. Трудно это вот сделать, сделать и выполнить. Сказать и выполнить. Очень трудно. Потому что наркоманы девальвируют слова. Они сами в них не верят. Они их тоннами грузят. И они не верят, что это стоит хоть три копейки слова. И они не верят словам родителей абсолютно. Просто разыгрывают их в своей игре. Невольно. Потому что ими управляют болезнью. Но беда, когда еще родители не управляют. Болезнь их ребенка. А не знание, здравомыслие и понимание, что сейчас на самом деле происходит. Что меня разводят. Просто как лоха, вынимая из меня деньги, извините за сленкой, так сказать. И вот надо стряхивать слова. Фактам верить. Понимаете? И пока не наступит состояние, которое называется мотивационный кризис, не будет выздоровления. Когда не хочу я лечиться, проводить выпропадом. Но так некомфортно, потому что надоело по помойкам шастать и ночевать на лестнице. И вообще там уже прижимают со всех сторон. И на этот раз не выкупили из милиции. И тут жмет, и тут жмет, и тут жмет. И это единственное, что может заставить человека пойти таки искать где-то помощи. Понимаете? К сожалению, когда мы не понимаем этого, мы каждый раз прокручиваем и заглубляем историю. Каждый раз мы подкладывая соломки, пускаем нашего наркомана-алкоголика на новый круг с тратами, который может не успеть пройти. Каждый раз давая деньги, или выкупая, или подкладывая, мы его закручиваем еще на один виток. Дай бог пережить этот виток. Поэтому это не доброта, это зло, это копание могилы собственному близкому. Хотя кажется, но в каком контакте? Процесс уже давно идет вне этих контактов. Наркоман уже давно использует всех как средство для. Он себя ненавидит. Кого он может любить? Вы верите, что вас любят? Вы глубоко задруждаетесь. Человек себя ненавидит и не прощает в себе. То он внешне этого не покажет никак, потому что он сам не осознает это. Это феномен. Потратит все свои таланты на то, чтобы взять яду и ввести в себя. И там столько наломано дров, что уже жить страшно и не хочется. И иногда не верится, что простят, и не верится, что восстановятся. По-разному бывает. Поэтому вы, родители, должны быть мега трезвыми глазами смотреть на то, что происходит. И напоминаю вам, родительская функция выполнить, родительскую функцию не потакать злу. Не важно, что весь мир сошел с ума. Не важно, что я делаю в своей семье. Насколько я трезв, насколько я управляю собой. Насколько я поступаю согласно своим убеждениям. Насколько я могу выбрать, мне сейчас дать ему 100 рублей, может быть, он ко мне будет хорошо относиться. Он все равно уже не относится хорошо. Никому. Потому что он себя ненавидит. Или все-таки мне 100 рублей-то попридержать, отдать возможность человеку все-таки остаться наедине со своим проблемой. Потому что это будет единственное, что толкнет его к изменениям. И дальше это будет так. И дальше, если они будут, даст Бог, трезветь и набирать собственный опыт, будут ситуации, когда им будет больно и трудно. И когда родители будут вмешиваться за них, тогда будут зло творить каждый раз. Потому что им надо набрать собственный опыт. И, конечно, когда мне 50, а ему 20, я вижу сверху. Только это мой опыт. А это его опыт. А чужой опыт не работает. И сила наша в том, чтобы рядом с нашими больными детьми или мужьями были трезвые люди. Реально. Которые видят ситуацию и способны, когда по-настоящему качнет, подставить свое крючок, а не лезть постоянно. Тем более, когда не очень куши просят. Так вот, охваченность сознания предметом пристрастия, это серьезно. Это болезнь разума. Просчитано, что алкоголик и наркоман больше 10-15 минут ни о чем не может говорить. Через 15 минут он скажет, ну, что ж мы тут стоим, не выпить ли нам. И как бы, и все. И как говорят наркоманы и алкоголики, человек находится в тоннельном мышлении. Все, весь наркотик и алкоголь выкидывают. Все краски мира по мере развития зависимости, фокус жизни человека сужается до вот этого тоннеля. Он видит фрагментарно. Основная идея достать денег, развести всех и употребить. Все, завтра, завтра, завтра будем разбираться. Долги раздавать, извиняться, завтра. Все, он в этом тоннеле. И все слова, это только слова, это жонглирование, это вот все подчинено этому. Вот мама пришла, о, у мамы кошелочка. Ой, вроде кошелек еще не успела спрятать. Ты знаешь, мама, тут такая история приключилась. Слушай, ну, а далее пошли варианты. В зависимости, есть такие истории, что сейчас просто не дашь 300 баксов, меня зарежут. Я завтра в больницу собрался, ты понимаешь, выздоравливаешься, все же уже приняло решение. И вдруг налетели черные соколы и говорят, вот давайте рисуем долларов, иначе убьем тебя, похороним и не похороним. И вот история за историями и так далее. Но то же самое происходит и с родственниками, которые живут рядом с зависимым. Они также уходят в некий тоннель. Да, к этому обязывает жизнь с зависимым человеком. Уже не хочется ни покупать, ни развлекаться, ни куда-то ходить, ничего-то, потому что невозможно. Мысль уходит в этот тоннель. То есть наркоман и алкоголик за наркотиком и алкоголем охотятся со зависимым, которые охотятся за наркоманом или алкоголиком. Все, мысль все время, где он, жив, не жив, пришел, вынес, не вынес, упал, не упал. Только в семье зависимых можно увидеть такую ситуацию. Я понимаю, она не смешная, но на самом деле, если абстрагироваться, сумасшедший дом. Там, допустим, наркоман заходит в туалет, раз, тишина, звук телевизора приглушается, папаша там лезет в слуховое окно туалета, где все начинают, мамаша подглядывать в щель под дверью, что там оно, тело упало, не упало, грюкнуло, стукнуло. Ну, знаете, у всех, так сказать, уже с головой чуть-чуть. Не, я понимаю, что это не смешно, это трагично, но, как говорится, смеять человечество избавляет от своих недостатков, потому что уж очень больно, да? Вот, и в этом смысле зависимый и созависимый начинают вести себя абсолютно. Прибегают. А, сколько лет назад я не расскажусь с мужем, я говорю, это зачем еще? Этот гад секса хочет! У нас сын употребляет! Я говорю, да твой муж святой, он еще секс от тебя входит, ты же на себя давно в зеркало смотрела, ты же страшная, как моя жизнь, волосы дыр, глаза по шесть копеек, ну, вот хорошо, сын употребляет. Я понимаю все, а муж-то здесь при чем? Почему бы, как бы, вот, как бы и свой долг супружеский нет? Ну, я повторяю, я посмеюсь над этим самым, но на самом деле, конечно, это все понятно, что происходит, это тяжелое состояние, но, тем не менее, они есть, и это симптом заболевания. Как это? Ну, и мы с вами сказали, и напишем, мысль у зависимого, мысль о психоактивном веществе, просто ПАВ, чтобы сокращать, доминирует в сознании. С этим трудно согласиться, но это правда. Если вы хотите знать правду, вы должны знать ее. Ни о какой любви, ни о чем. Я сама столько лет выздоравливаю, держала за свои люди очень долго. Я только год назад позволила себе признать, потому что я стояла только на том, что вот мой отец любил меня, вот мой отец меня очень любил. Это все время согревало моя душа. Ну, понимаете, и вот 13-й год трезвости, и я такие год назад только смогла сама себе сказать, потому что очень больно было признать эту правду, которая просто колола глаза. Он не любил меня, мой покойный уже отец. Он никого не любил. У него уже сил не было для этой любви. Он себя-то ненавидел. А это или есть, или этого нет. Это механизм, который или сломан, или работает. Если у вас в себе есть чем любить другого, я говорила вам, все время это двухстороннее движение. Если у меня есть достоинство, я признаю достоинство другого. Если у меня нормальная самооценка, я оценю самооценку другого. Если у меня есть в себе уважение, это будет автоматически сопоставиться на других людей. Автоматически любить одно, а ненавидеть другого – это иллюзия. Некоторые мужчины говорят, например, если бежит по улице ребенок, дай ему конфетку. Может, это твой, понимаете? Ну, опять же, как бы из области хохом, но тем не менее. Это не перчатки, которые снимают и одевают. И я точно знаю сегодня, что химически зависимый человек, он не способен любить. У него или отнимается этот дар, или сил уже нет. Он просто говорит о любви, чтобы за что-то хвататься. Все его сознание подчинено добыче вещества, изменяющихся. Вот его он любит. Иногда с ненавистью. Чем ближе вы будете подбираться, тем больше он будет обороняться. Тем больше вы будете враги, чем больше будете говорить о лечении. И тот, кто уж близко подобрался, совсем гад. Потому что вот единственное, что он будет защищать – это алкоголь и наркотики. Вот и все. Хорошо. Ну, и мы уже с вами сказали, здесь мы напишем мысль о близком человеке. Леки или предметы, если посмотреть шире, доминируют в сознании. Подводим черту и переходим к второму симптому, признаку – утрату контроля. Утрата контроля. И вы в этом тоже должны достаточно быть грамотными. Есть люди, которые достаточно прилично употребляют алкоголь. Но они не алкоголики. И в этом есть большая разница между диагнозом алкоголизм и человеком, который может употреблять алкоголь. Почему? Потому что у того, кто имеет диагноз алкоголизм, у него нарушена система ценностей. И вы должны в этом тоже разбираться. Есть иерархия ценностей непреложных. Самоуважение, дружба, любовь, семья, достоинство, честь. Это будет существовать во все времена. Это делает человека человеком. Потому что любой человек, мы говорили с вами, это священник. Он освещает себя и все вокруг себя. Почему бы он не притронулся? Тогда это человек, а не биологическое существо. У химически зависимого иерархия ценностей опускается рамками выше. Если она еще есть какая-то, на первое место вступает некое такое богоподобное отношение с веществами. Или с плодами человеческой жизнедеятельности у некоторых. Кто-то на это место обожествляет деньги, вещи другого человека. И то, и другое является нарушением законов этого мира. Ставлю ли я своего больного ребенка или мужа на место Бога. Это является нарушением. Ибо сказано, не сотвори себе кумира и только Господу одному. Все остальное, знаем мы об этом, не знаем мы об этом, за это придется платить. Когда я вступаю в богоподобные отношения с видимыми вещами, это как бы нарушение неописанных законов этого мира. Алкоголик и наркоман отличаются полной потерей контроля. Страшно смотреть на жен, которые, или на матерей, которые в Новый год говорят своему мужу или сыну, ну, этот самый, уже шампанского-то, черт, не выпить что ли, иногда хочется убить, понимаете. Честно говоря, у меня очень опасная профессия. И тогда я резко ненавижу родственников своих пациентов за то, что они себе позволяют. И что, кто сказал, что обязательно надо выпить на Новый год? Разве в этом праздник Нового года? Она страдала, лечилась, тумаки получала, дети страдали. И она сама же ему предлагает выпить этот треклятый фужер. А он не может фужер. Если бы он мог фужер, и огород не надо было бы городить, значит, он может, у него все на месте. Я знала кучу мужчин, которые любили выпить, хорошо поесть и все. Но когда дело доходило до семьи, до денег, которые к детям надо отнести, жене, они говорили, ша, мужики. То есть они не давали этой иерархии ценностей никуда двигаться, нифига. Как только угроза какая-то была, они сразу прекращали выпивать и жили дальше свою жизнь. Алкоголик и наркоман этого не может. Он не может остановиться. Он выпил этот фужер, чтобы доказать самому себе, вот, и дал вам всю жизнь. Да, в глубине. Будет таки надеяться, что когда-нибудь, когда-нибудь он таки сможет. Ну, чуть-чуть, ну, 50 грамм, как джентльмен, без последствий, все равно до конца дней химически зависимый человек, как бы он не утратил интерес к алкоголю и наркотикам, выздоравливая по программе «Дунах шагов», все равно там зверек будет жив, к сожалению, да. И вот мы ему дали фужер, и вот он его выпил, и вроде бы увидел. Ну, видите, видите, я бы напился, а вы меня уже в алкоголике записали. Он обязательно или к ночи оторвется, когда-нибудь один с меняем, или через недельку-полторы уйдет в такой штопор, из которого, потому что там химизм нарушенный, там ключ и замок. И он не будет хотеть нажираться или уходить за бой, но это уже не в его власти. Поэтому, когда мы говорим об алкоголизме и о комании, мы говорим о соленом огурце, который свежим не станет никогда. В этом болезни измененные химии, измененный способ реагирования на препарат, изменяющий сознание. Это тоже передается по наследству, если мы говорим о биологии. Хорошо. Итак, утрата контроля понятна. У зависимого над психоактивными веществами, опять же, сокращаем, и над своей жизнью. Ему будет казаться, что все это благодаря кто-то другой виноват, что он теряет работы, то, все, пятое, десятое. Я говорила вам, что химический зависимый, у него всегда виноват кто-то другой. Обязательно. Он не ищет причину в себе. Он будет вам рассказывать часами о начальниках, о дураках, которые его не оценили, о ней, которая его плохо любила, и о нем плохо заботилась, и поэтому он пьет, и колется, и так далее. Задача терапии – это как бы перенести ответственность на самого человека. Так и созависимость. Хорошо. Что у созависимости? Утрата контроля над поведением больного. Это вам кажется, что вы контролируете. На самом деле, ничего подобного. Болезнь контролирует всю семью. Их над собственными чувствами. Их над собственными чувствами. Третий симптом рассмотрим. Отрицание – это такие защитные механизмы психологические. Называются отрицание, минимизация, проекция. Как это выглядит, примитивно говоря? То есть я не алкоголик. Я не очень много пью. Он как бы признает и не признает. Он преуменьшает. А вот Васька, вот Васька, вот жрет водку. Васька будет говорить алкоголик о каком-то другом там соседе, но не о себе. Ну так и напишем. Я не очень много пью, чтобы было понятно. Да, типа пью, но не очень и много. Вот есть и похуже. Что говорит созависимый? Созависимый говорит. Первое и главное всегда. Не ходить на семейную терапию. Слушайте, вы что? Совсем что ли, Матин Владимирович? Он пьет, это торчит, а мне лечиться? Какие у меня-то проблемы? У меня нет проблем. Вот приехали, я их кормлю, пою, спасаю. И мне же еще лечить. Очень оскорбляются многие. Я уже привыкла за эти годы. Очень оскорбляются. Ну вот. Но тем не менее. Я уже все сказала. У меня нет проблем, говорится, созависимый. У меня нет проблем. А мы с вами должны понимать, что проблемы есть у всех и всегда. Тот, кто говорит, что у него нет проблем, он так глубоко больный, что не знаешь, с какой стороны им помочь. Потому что у каждого человека есть какие-то особенности и проблемы. Это нормально. У меня нет проблем. Проблемы через запятую напишем. О, моли его. И поехали. Сына, мужа. То же самое. То есть, как бы, все объясняется употреблением. Это неправда. Потому что заражает, как правило, не муж-алкоголик. Нет. Это закономерность. Как правило, дочка алкоголика или выходец из нездоровой семьи найдет только себе пару. В тысячи человек, я говорила вам, созависимый. И алкоголик найдут друг друга. Случайных мужей-алкоголиков не бывает. Читайте, пожалуйста, литературу, чтобы понимать эти уже простые вещи. Четвертое. Ну, еще парочку механизмов защиты. Это важно. Рационализация. Рационализация. Ну и так далее. И другие формы. Их много. Форм психологической защиты. Что это значит? Это опять то, о чем мы только что с вами говорили. Я, в общем-то, пить-то и не хотела колоться. Я прям, не знаю, прям хотела идти и вступить в пионеру. Вдруг выбегает Васька, а у Васьки Боббин сдох по типу того. Поэтому я не мог не пойти с Васькой. Ты же понимаешь, мы с детства дружим. А он молил, а я выпила, а я, в общем, и не собирался. И так далее. Опять виноват Павел. Все, кто звездопад, Камнепарк, правительство, партия и все остальные люди. Чем умнее человек, тем труднее ему выздоравливать. Тем больше он будет использовать свой интеллект для своего же заболевания. Вступает в альянс со своей болезнью. И это тяжело. Хорошо, ну, напишем так. Друг пригласил на день рождения. Друг пригласил на день рождения. А так бы я не пил, да боже упаси, да что я дурак, что я. Поэтому я типа того и напился. Что говорит созависимый, когда рационализирует? Он говорит так, в кавычках напишем, я веду себя так, запятая, потому что. Дальше можно ставить многоточие. Потому что он, потому что они, потому что оно. То же самое, созависимость скидывает себе всю ответственность. Я кричу, потому что вы меня довели. Так, кто находится в процессе выздоровления, знает, что это такая же лапша на уши, как и у зависимых. Я кричу, потому что я кричу всегда, когда встречаю несогласную с собой точку зрения. Так кричала моя мама, она на лодку брала всегда. И все равно было всегда ее мнение и неправильное в нашей семье. И я научилась вести себя точно так же. Поэтому я четко отдаю себе отчет, что трезвый человек, он ответственный. И он сам выбирает, что ему чувствовать, что ему думать и что ему делать. Даже когда ему не рать, говорят, он выбирает сам человек. Вот так вот, господа. И если я не хочу, чтобы меня обидели, да вы все вместе меня не достанете. А если я не умею себя вести, то уж я, конечно, буду вас обвинять так удобнее. Хорошо, поехали дальше. Пятый пункт. Агрессия, которая обязательно сопровождает эти два состояния. И мы напишем, в том и в другом случае, будьте здоровы, словесная и физическая. И у зависимых, и у созависимых. Словесная и физическая. Преобладающие чувства, шестое. В случае химической зависимости душевная боль, потому что мы говорили с вами уже, что это на первый взгляд очень весело. Душевная боль, вина, стыд, страх. У созависимых душевная боль, вина, стыд, ненависть, негодование. Некоторые находятся постоянно в этом составе чувств. Понятно, да? Поехали дальше. Седьмой пункт. Рост толерантности, то есть переносимости. В случае с зависимым мы напишем, увеличивается переносимость все больше в доз. Увеличивается переносимость все больше в доз. Увеличивается переносимость все больше в доз. Что же с созависимым происходит? А у них тоже растет толерантность. Растет выносливость. Выносливость к эмоциональной боли. Часто с созависимыми годами, десятилетиями живут, принимая за норму совершенно ненормальные состояния. И разводясь с одним, сходятся с другим алкоголиком. Потому что уже для нее это привычка. Хорошо. Дальше. Вот так называется синдром похмелья. Знакомое вам слово. И здесь все понятно. Для облегчения требуется новая доза вещества. Для облегчения состояния требуется новая доза вещества. Как говорят алкоголики, лечи подобное подобным. К сожалению, в отношении алкоголизма это правда. Это большой процент смертей от не вовремя выпитой рюмки. В случае с наркоманией совсем по-другому. Я видела наркоман, которые умирали от гиролина, но не видела никогда, которые умирали на ломках. А вот с алкоголиками по сложнее. Хорошо. Что же происходит у созависимого? Так и напишем. Порвав взаимоотношения с зависимым человеком, вступают в новые, напишем так, деструктивные взаимоотношения. Не может, как без дозы. Нормально жить уже не может. Норма является ненормальной. Самооценка девятая. И в том, и в другом случае одно и то же. Напишем так. Низкая, допускающая саморазрушительное поведение. То же самое у созависимых. Низкая самооценка, допускающая саморазрушительное поведение. Десятая. Физическое здоровье. Физическое здоровье. Мы просто обозначим основной набор заболеваний. Это не значит, что этим ограничивается. У химически зависимого печень, имеется в виду болезнь печени, сердца, желудок, нервная система. Это же джентльменский набор, но минимальный набор. У созависимых. Как правило, гипертензия. То есть скачки давления. То высокое, то низкое, то туда, то сюда. Головные боли. Язва. Сердце. Не хочется говорить, но еще онкология очень часто присоединяется. Так, сопутствующие психические заболевания. Одиннадцатое. Сопутствующие психические заболевания. И в том, и в другом случае депрессия. И в этом случае это мы рассматриваем как заболевание. Действительно, настоящую депрессию. Потому что некоторые за депрессию принимают там тоску, что-нибудь такое. Но настоящая депрессия, это очень серьезно. Там уже нужна клиника невроза. Хорошо. Двенадцатое. Называется так. Перекрестная зависимость от других веществ. Перекрестная зависимость от других веществ. Значит, ну понятно, что зависимость от алкоголя, наркотиков, транквилизаторов могут сочетаться у одного человека. Сейчас куча алкоголиков, которые уже научились у наркоманов, как выпить немножечко водочки, пару таблеточек и получить такое же удовольствие, как от бутылки водки. Хорошо. Усозависимых мы напишем. Помимо зависимости от жизни больного, скажем так, человека, возможно зависимость от транквилизаторов, алкоголя и других изменяющих сознание веществ. Зачем выпить транквилизаторы? Не заснуть, не ручить все время. С этого так начинается. Кто-то начинает пить потихоньку, особенно если это взрослая дочь алкоголика. Вы должны понимать, что человек, у которого были родители алкоголики, они по праву рождения в группе риска. Может выстрелить в любое время. Может так, с детства брат все время там, а сестра такая трезвая и хорошая. Но может так выстрелить лет в 40. И вот тогда эту женщину будет очень трудно лечить, потому что никто не любит женщин, которым к 50. Самые неизлечимые пациенты. И можно запить. И знаем мы мам, которые пили от того, что с горя вдруг запивали, потому что не справлялись. Муж, как правило, уходил в этот момент, ребенок торчал, и мать начинала пить. Хотя никогда в этом замечено не было. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду. Есть простой тест. Если вы принимаете какие-нибудь изменяющие сознания препараты, попытайтесь в месяц ничего не принимать. Если вам будет это трудно, значит вы имеете уже какие-то проблемы с этим препаратом. Человеку, у которого нет проблем, ему это проблемы никакой не составит. Хорошо. Дальше я вам немножечко еще подиктую, потому что мне некуда тут уже вписывать. То, что, значит, тринадцатый пункт, напишите, пожалуйста, отказ от отношения к лечению, точнее. Отношения к лечению. Что отличает зависимых и созависимых в этом симптоме? Ничего. Потому что и в одном и в другом случае напишем отказ от помощи. Отказ от помощи. Я уж вам рассказывала, что говорит и один, и другой. А не пошли бы вы все. У меня все в порядке, все на контроле. Поэтому отказ от помощи. Созависимых, позавчера была мама. Шесть лет назад я понимаю, что каждому овощу свое время. Но больно, невозможно. Шесть лет назад она была на консультации. Я ей все даже написала. Куда, когда и как. Она, естественно, послала все меня во главе подальше. Сейчас у сына вторая группа инвалидов. Но он успел все. ВИЧ и все, и все. Она не сделала ничего. Надеялась, что она с ним договорится, и оно само собой рассосется. Так она ко мне привела уже 18-летнюю дочь. Это было очевидно, что этим кончится. И тогда я говорила, у вас девочка, подросток, надо быть осторожной. Идите, пожалуйста, туда, туда, к родителям. Вот это надо сделать обязательно. Нет, сказала мне, некогда. Сказала она. И когда она вот вчера привела ко мне уже девочку, свою сна, я безумно, я понимаю, что это чужая жизнь. Но мне, я разослилась, я понимаю, что это непрофессионально. Мне было безумно больно и жалко эту девку. И эту маму, которая уже получила двух наркоманов. Вместо того, чтобы можно было вовремя, но хоть как-то, оторваться от дивана, прекратить жалеть себя. Никто нас не пожалеет. И руки в ноги идти на группы, слушать людей, вырабатывать стратегии, вести себя трезво начинать. И может быть у этого парня, может быть да, может быть нет, я не знаю. Может быть он бы и умер, я не знаю. Но в любом случае, как бы сейчас он сидит дома, как берет, боится выходить и рассказывает ей, что он трезвый. Но кто ему поверит, он 10 лет торчал. Какой трезвый? Ее опять путают, только уже более гибко. И вот теперь уже его сестра, вот они вдвоем. И она наконец похватилась и вчера привела их вообще вдвоем ложиться на терапию. Я говорю, ну вы вообще купили, извините за выражение. Но я не могу сестру положить с братом. Давайте кого-то первым решайте, кого. Ну хорошо, хоть как-то спохватилась. А то ведь так, тьфу, и 6 лет в суп отхлос, страданий и ничего не делали. А что тебя жалеть? Алкоголики говорят, жалость себе, закуска к выпивке и больше ничего. Вставай, иди к людям, иди к победителям. Там, где сидят те, кто прошли уже огни и воды, медные трубы. Не понимаешь ничего, не понимай. Многие алкоголики и наркоманы говорят, я буду твою трезвость нагомить. Моя занясть была умнее моей головы. Понимаешь, не понимаешь. Трудно понять, когда ты первый раз пришел на группу. Что за люди, дураки какие-то смеются, хихикают, придурки. Ничего, блин, и второй, и третий, и пятый там победители собрались. Иди, не ленись. А то, как получится, что одна мама положила единственного сына. Я говорю, пожалуйста, милости просим, в понедельник, в среду. Что, два раза в неделю? Я говорю, да, еще хорошо, мы еще между этим группой, где родители сын. А жить-то когда? Я все равно сужу, и это плохо, и получаю по башке за то, что я сейчас говорю, так сказать, от высших сил. Не мое собачье дело судить кого-то. Я-то меньше, чем кто-то другой, имею право здесь судить кого-то. Но больно очень, понимаете, больно. Когда единственный там ребенок умирает, пожалеет два вечера, хотя бы походить на семейную терапию. Может быть, хоть что-нибудь, как-нибудь, или пойти на группу. Везде есть, у кого есть денег, у кого нет денег. И есть сейчас возможность получить помощь. Слава тебе, Господи. И сейчас просидеть, проплевать этот период, это преступление. Потому что когда я не знаю и не делаю, это одно. А когда я знаю и не делаю, то уже другая будет плата. Тогда уже, извините, это не выполнение своего высшего долга. Быть трезвым родителем, быть ролевым образцом. Относись к своему личному выздоровлению, как положено. Глядишь, это заразит собственного ребенка твоего. Только так это работает. Насильно, с навесами, неинтересно. Наркоманы сами умеют болтать. Получше вас. Хорошо. Давайте еще пару пунктов напишем. Значит, условия выздоровления. Первая табличка, 14-я. Условия выздоровления. Что мировое сообщество считает оптимальным? Здесь пишем воздержание, у химически зависимого человека, воздержание от химического вещества, запятая, знание концепции болезни, долгосрочная реабилитация. Воздержание от вещества, знание концепции болезни, долгосрочная реабилитация. То есть проверено. До трех лет трезвости не надо жалеть ничего, чтобы складывать трезвость. Ни сил, ни времени, ничего. И тогда человек к трем годам выходит на некий уровень, когда его трезвость будет нуждаться в поддержании. Вот. Хорошо. В случае созависимости напишем. И у нас здесь будет то же самое, но немножко другое. Отстранение от человека, отстранение от человека, с которым имеются длительное время близкие отношения. Запятая. Знание концепции созависимости. Запятая. Долгосрочная реабилитация. Напоминаю вам. Да, на Западе жестче подходит к этому. Там просто не возьмут ни жену, никого на лечение, пока она физически даже не разойдется, допустим, с мужем-алкоголиком, не разъедется по разным местам, потому что, находясь в проблеме, решать ее очень трудно. И такое условие выбегается. Но есть и философское понятие этого отстранения. Иногда это понятие не географическое. Это изменение философии и понимания, что этот близкий – это не моя собственность, это другой человек. Я отступаю, чтобы видеть лучше, чтобы дать воздух в этом пространстве нашего взаимодействия, для того, чтобы он набирал собственный опыт. Не я – бог в его жизни. Это нарушение правил. Вот он там вот, один на всех. Не я. Я могу быть рядом, я могу делать глупости. Я вообще бы многое сделала. Может быть, мне стоит отойти сейчас подальше, чтобы получить другой результат. Подумайте об этом. Отстранение – это понятие не географическое. Это философия, изменение мышления и уважение к человеку, в каком бы состоянии он сейчас ни находился. Хорошо. И последнее. Напишем. Эффективные программы выздоровления. Эффективные программы выздоровления. У зависимых программы «12 шагов», программы «12 шагов», психотерапия, и группы самопомощи. Ну, вы знаете, анонимные алкоголики, пишется АА, НА – анонимные наркоманы. Эффективнее этого ничего не существует. Для созависимых программа «12 шагов», психотерапия, группы самопомощи, типа АЛАНОН, АЛАНОН, семейные группы, АЛАНОН и так далее. Сейчас этих групп достаточно. Программа «12 шагов» и группы. Да. Хорошо. И еще один момент, прежде чем я вас отпущу. Вот мы с вами посмотрим сейчас на доску, свой страдь, не важно. Это придумано составленными большими специалистами, которые десятилетиями работали с людьми и понимают очень серьезно и глубоко проблемы с зависимостью и зависимостью. Видим ли мы различия здесь? Нет. Различий нет. Симптоматика одинаковая. Кроме одного пункта. Компульсивное употребление веществ, изменяющих сознание. Но созависим от этого не так далеко. Если он будет вот таким образом жить, то не исключено, что единственный способ анестезии этого состояния будут снотворные термонизаторы и чуть-чуть алкоголя. Для начала чуть-чуть, повторяю, для тех, у кого есть в генетическом коде химически зависимые люди всегда пожизненно в группе риска. Может быть, в 50, в 60, никто не застрахован. Вот. И если вдруг мы молились, молились, были молодцом и молодцами, и наш близкий попал в программу выздоровления и начал меняться, потому что он будет работать со всем с этим, со своим ментальным, со своим психологическим, со своим поведенческими стереотипами и все такое, все должно будет меняться, потому что не получится по-другому. И вдруг счастливым образом вся эта симптоматика, которую выдают химически зависимые люди, будет уходить, все будет гармонизоваться и так далее. А его семья скажет, да пошел бы ты, родной, достал ты уже, мне еще лечись здесь. И остается сама по себе. Но это работает. Повторяю, заражают мне мужья, алкоголики, как правило, отцы. И мы выходцы все из детства и несем все установки и утверждения. Вот. Ну, допустим, была мега здоровая семья, и вдруг случился какой-нибудь муж-алкоголик или ребенок, химически зависимый человек. Все равно 6 месяцев достаточно для того, чтобы вот это вот было и там, и здесь. Неважно, от кого, кому достанется. Но, должна вам сказать, 70% срывов у химически зависимых людей из-за саботажа семьи. Я понимаю, вот, что меня услышат единицы, 70% даже после хорошего лечения. Они маленькие, им трудно химически зависимым очень. И когда он попадет в раскрученный молок своей семьи, которая не изменила ничего и осталась наедине со своими страхами, реакциями, недовериями и прочими неумениями, то очень вероятно, 70% будет съеден этих наркоманов и алкоголиков, которые вернутся к употреблению только потому, что семья никак не изменилась. Так счастье они будут выздоравливать, слава тебе, Господи, несмотря ни на что. Даже при пьющих родителей достаточно много ребят начинают выздоравливать, да, но тем не менее, это будет иметь тенденцию перекочевывать на другую сторону. Мне хотелось спросить вам эту лекцию, чтобы вам было наглядно, понятно, как важно, чтобы вся семья, хоть каким-то образом, ну, хоть один бы человек был, тот, кто понимает о болезни своего близкого, о своей собственной, находится в процессе выздоровления, или тогда отойдите вообще. И молитесь Богу хотя бы временами, чтобы Бог послал других, каких-нибудь чужих людей, которые смогли бы помочь вашему ребенку. Тогда уж не вмешивайтесь, потому что вы будете заразно опасны для своего близкого, если вы ничего не будете делать сами с симптоматикой своей созависимости. Это выбор взрослого человека. Хочешь умирать, умирай. Хочешь сходить с ума, сходи с ума. Повторяю, трезвый человек сам выбирает свою жизнь, как ему ее прожить. Но вы должны сделать какой-то выбор, и это имейте право на любое. И послать своего зависимого, или участвовать в программе выздоровления, но какой-нибудь надо сделать. Потому что если никакого его рядом, вы для него смертельно опасны, и вы будете только заражать его своими страхами и неуверенностью. Я надеюсь, что из этой сегодняшней лекции это было наглядно понятно. Прежде чем мы с вами расстанемся, я бы хотела прочесть некий текст, повторяю, не такое уж у меня разнообразие здесь, вы его наверняка слышали, но кто-то сегодня пришел первый раз, и если у кого-то нет этого текста, я с удовольствием с вами поделюсь. Называется это кредоотделение. Мы сегодня говорили с вами об этом отделении. Звучит так. Ты и я, мы соединены вместе. Я ценю этот союз и хочу сохранить его. Тем не менее, каждый из нас личность со своими неповторимыми потребностями и правом пытаться удовлетворить их. Я знаю, когда ты проявляешь гнев, значит тебе плохо. Я попытаюсь проявлять сочувствие и не отвечать злом на зло. Я не буду принимать обвинения и упреки за мои чувства, а также попытаюсь не страдать вместо тебя. Я буду уважать твои потребности по мере своих возможностей, не забывая и о своих нуждах. Я не стану искать в пути решения твоих проблем, не стану делать выбор вместо тебя. Я постараюсь не ждать от тебя решения моих задач и не стану принимать осуждений за мой выбор. Каждый имеет право на свои решения. Обещаю слушать тебя, и не стану принимать себя такой, какая я есть. Я не хочу, чтобы ты подавлял мое достоинство, взгляды, чувства, и также сама постараюсь не делать этого по отношению к тебе. Я сохраняю за собой право продолжать развиваться как личность и не позволю тебе препятствовать этому. Я молюсь о здоровых, дружественных, взаимоудовлетворяющих отношениях. И всю жизнь я буду стремиться стать такой, какой я должна стать. Я молю того же и для тебя, чтобы ты стремился наиболее полно реализовать все свои возможности и таланты. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого этого нет, у кого есть. Берегите себя, и до следующей встречи. Пожалуйста. Пожалуйста.